Вот так, медовым. Вот, для чего пчела это делает? Пыльца быстро портится, а перга хранится долго, годами. И пчела, как только матка отложила первые яйца, появился расплод. Пчела начинает смешивать мед и пергу. И кормит вот эти личинки. И получается потом будущая пчела. Вот так. А мед в пчелиная ножка бывает? Как? Что такое пчелиная ножка? Вот это и есть обножка. Пчела же пыльцу собирает на ножка. У нее корзиночки, и она вот эту пыльцу складывает туда, слюной. Я видел в мультике это. Да, смачивает слюной, и туда в эти корзиночки ее помещает. И летит она в красных шароварах, в белых, в желтых. В зависимости от цветов. С каких цветов. Оно бывает различного цвета. И цвет меда от этого зависит, от шароваров? Нет. Цвет меда ни в коем случае не зависит. От нектара зависит. Мед это нектар. Значит, в нектаре 80% воды и 20% сахаров. А уже в меду наоборот. 20% воды и 80% сахаров. Какие там сахара? Три сахара. Фруктоза, глюкоза и сахароза. Если в основном, значит, фруктоза, например, 45%, глюкоза 35%, а сахароза разрешается по ГОСТу до 5% в России, где-то до 6%, не больше. Если больше, значит, вы кормили пчел сахаром. Так, пошли дальше. Значит. Вместо чего? Вместо меда. Да. Да. Вместо пчел. Нет, нет. Кормите вы. Пурцает, пурцает и... Разводите мед, да? Водичку и... Нет. Вы просто медом и кормите. Нет. Если пчеловод кормит сахаром пчел, то там будет сахароза, естественно, больше 5%. Вы можете попробовать. Вот. Больше 5%. Больше 5%. Поняли? И этот мед уже считается фальсифицированным. Его не разрешат вам продажа. Как раньше, в советское время, если бы вы сдали мед на анализ, и там оказалось бы 10% сахарозы, одного из медов вам бы сказали, молодой человек, иди со своим медом мешать. Сейчас это никто не проверяет. Здесь 40-50% сейчас меда фальсификатор. Сейчас мед научились делать из кукурузного сиропа. Взбиваю. Белые меда, полностью белые, как и зеленые, это фальсификатор. Мы сейчас видели белые такие... Да, чисто белые, как с ним. Похожие на масло. Вот это фальсификатор. Да? Тут, я думаю, не может быть такой мед. Такого в природе меда нет. Мед настоящий, вот от желтого цвета, вот от такого. Это подсолнечниковый мед. Да, это подсолнечниковый мед. И до коричневого, до темно-коричневого. Там темный... Как пиво, светлое и темное. Да, да, да. Вот меда такого, значит. Ну вот пожелтеет подсолнечниковый мед, но в основном коричневый цвет. Надо же, тут, я думаю, не может быть такого белого меда. Ну как это так? Он выглядит как сметана, что ли, или как масло. Да, ну так как там ароматизаторы добавлены, и он по вкусу вроде как ничего. Ну там пальмое масло, видимо, для того, чтобы консистенцию... Ну во всяком случае мужики рассказывают. Я-то его не видел, в смысле? Да вот там его полно. Вот водя, которая говорит, зальёшь воду, мед сразу, например, растворяется в воде. Его быстро отмоют. А это, как было на стенку, но так как масло, пальмовое добавляемо, да, он так и остается. Вода сливается, а это всё опять как голодом очень, этот, мёрт, так сказать. Ну, нельзя не отмываться. Вот так. Теперь, значит, что вам для вашего усилия. Меда за границей определяется по наличию пыльцевых зёрен в мёдке. Мы пишем от фонаря, от фонаря. Здесь вы все написали от фонаря. Кто, в общем, больше напишет и какой хуй не напишет больше, значит, такое название есть. А за границей, если вы написали липовый мёд, вы этикетку повесили, свою фамилию, телефон, значит, мы взяли у вас на анализ мёдк. А по стандартам, например, в Германии должно быть 30% пыльцевых зёрен в мёдке, а они присутствуют в каждом мёдке, значит 30%. А вы взяли, там 15%. Что делать? Поштрафую. Вы что сделали с покупателем? Вы его обманули. Он пришёл купить липовый, а на самом деле... Липовый купил, да? Да, липовый купил. Вот такая, вернее, так сказать, медаль. Ну, много чего тут такого. Вот сейчас продают бортьевую мёдку. Его нету тут, бортьевую мёдку. Для экзотики, то есть это ничего не даёт мёд? Да, мёд диких пчёл продаёт. Нет, мёд пчёл домашних ещё не изобрёт никто, и все они дикие. Но пишут, мёд диких пчёл, опять на дурака рассчитывается. Ну, а то, что на миновании медов там всякие есть, ну, грубо говоря, там, ну, как вам сказать, есть такие травы, ну, облепиха, например, пчёл на ней не бывает, потому что опыляется она за счёт мужика. Вот если мужик рядом с женщиной, как бы, дерево женское и мужское, то там будет у вас облепиха. Нет, у мужика пиздец, мёда вы не получите. Но всё равно пишут, облепиха им. Почему? Да потому что некоторые ходят, ну, взяли, когда-то, например, на одной из ярм, купили, вроде как, облепиха, на самом деле там не облепиха. И она потом будет ходить и спрашивать, искать облепиха. Через неделю смотришь у другого уже облепиха. Почему? Потому что спрашивают облепиха. С расторопшей, значит, бегут, бегут, спрашивают. А пробежала, неделя прошла уже на следующий раз на ярмарке расторопшей. Ну, вот такая херня, понимаете? Вот так. Что ещё про него интересует?